Демократия и выборы, свобода и права человека. Именно эти вопросы обсуждались на стыке границ Азербайджана, Армении и Грузии в грузинском селе Текали, где состоялся очередной символический суд по правам человека. Лидер объединения «Национальное самоопределение» Паруэр Айрикян из Армении выступил с иском против действующих демократических систем. Его оппонентом стал известный политолог Зардушт Ализаде из Азербайджана. Азербайджанская инициатива остается единственной надеждой наших перспективных взаимоотношений. К сожалению, в настоящее время наши государственные руководители заняты всем, только не реальным миром. Сегодняшняя тема, я считаю, очень важна не только для нашего региона, но и для всего человечества, потому что многие проблемы возникли в мире и возникают из-за того, что мы до сих пор пользуемся не реальной демократией. Конечно, я зажду, что моего давнего друга не считаю даже оппонентом, а просто собеседником, хотя форма такая, что мы вроде противостоим друг другу. Мало кто считает демократию идеальной системой управления общественной жизнью и государством, но почти все согласны, что ничего лучшего пока не предложено. Должен, значит, с того, что я за реальную демократию и против действующих демократических систем, в силу того, что действующие в настоящее время системы недостаточно демократичны. Демократия переживает кризис, и это один из вызовов, одна из тревог, охвативших цивилизованный мир. Даже в государствах, считающихся самыми демократическими, есть явное безразличие граждан с демократическим процессом и учреждением, институтом, к выборам политическим деятелям парламента, к избранным должностным лицам государства. Как следствие, очень низкий процент участия граждан в выборах и более низкий процент людей, которые верят в значимость своего участия на выборах. Причина разочарования масс в том, что действующие демократические системы не полноценно демократичны. Какой стремительный прогресс достигнут наши цивилизации в последние столетия и каким упрямством демократические системы консервируются на уровне 100-летней, 200-летней давности. Попробуйте представить, как бы мы себя почувствовали, если бы сегодня авиалайнеры заменили повозками, компьютеры, счеты с костяшками, лампочки, керосиновыми лампами и свечами, или если бы современная медицина была заменена средневековым знахарством. Вместе с тем, мы не видим и не хотим видеть, что наши сегодняшние демократические системы находятся на уровне средневековья и более ранних достижений человечества в области обществознания. В основе демократии демос – народ. Народ означает люди, сообщество людей. Для того, чтобы достичь истинной демократии, нужно всегда помнить, что она начинается с предметного изъявления свободной воли человека. Нужно удостовериться в том, что по главу угла поставлен человек со своими правами и, в частности, с правом равноправного участия в управлении страной. Граждане равноправны только в день выборов, голосования. В этом основной недостаток действующих демократических систем. С момента подведения итогов и с процессом формирования парламента начинается дискриминация, которая длится вплоть до следующего дня голосования. Только один день, раз в три, четыре, пять лет. В 2000 году Ваш покорный слуга ввел в оборот понятие коэффициента представительности граждан. Парламент образуется в результате выбора. Следовательно, он прежде всего является представительным органом граждан, принявших участие в выборах. Но нетрудно установить степень, размер представленности каждого гражданина в парламенте. В палате представителей США, например, в случае, каждый из избирателей Конгресс-Мирна, получивший на выборах 300 тысяч голосов, он, имея избранный парламентарий, имея голос, один голос в парламенте, этот один голос делится на 300 тысяч человек. И таким образом, ясняется представительность этого гражданина. А если в другом участке избиратель, 250 тысяч голосов избирателей, избирается парламентарий, конгрессмен, то очевидно, что гражданская часть парламентского голоса один делен на 250 тысяч. С позиции равноправия есть разница приблизительно в 20%. Но мы же говорим о равноправии. Если есть разница, значит, равноправие нарушено. Но это в том случае, когда избиратели имеют представителя Конгресса, в парламенте. Но как можно охарактеризовать тот факт, что проигравшие на выборах кандидаты, которые набрали 150 тысяч голосов, например, или 249 тысяч голосов, они не представлены в парламенте вообще. То есть те граждане, которые давали голоса, и в общей сложности они получили, например, 249 тысяч и 999 в общей сумме, и они проигрывают, а другой кандидат, который имеет 250 тысяч, одним голосом всего, он проходит. То есть если нам хочется определить коэффициент представительности граждан, кандидат которых проиграл, мы должны ноль делить на 249 тысяч 999. А это не цифра. То есть значительное количество избирателей вообще не представлено в парламенте. Поскольку я во времени ограничен, немного сжато буду выражаться, я стараюсь на основные детали. Получается, что в странах, считающихся оплотом демократии, принцип равноправия на самом деле не действует. В 2002-2003 годах мы ввели в оборот формулу демократичности государства. По формулу демократичности государства процент демократичности государства выражается следующим образом. R. Репрезентатив. Количество граждан, получивших своего представителя в парламенте в результате выборов. F. Коэффициент частоты парламентских выборов. I. Коэффициент выборности главной исполнительной власти. H. Коэффициент частоты выборов исполнительной власти. J. Коэффициент, отражающий порядок формирования судебных властей. L. Коэффициент частоты формирования органов местного самоуправления. Значит, процент демократичности государства равен этой формуле. Этой формуле определяется. Ясно, что представительская миссия, то есть миссия представлять граждан, выступающих в качестве избирателей, возложена, если не только, то в основном на парламенте. Но у меня один такой вопрос. Почему вы предоставляете право передачи голосов избирателей кандидатам, которые правят, а не непосредственно самим избирателям? Может быть, я проголосовал за кандидата какого-то, который проиграл. Но я в нем разочаровался во время избирательного, так сказать, или... Я решил передать другому, совсем другому кандидату. То есть я бы хотел до конца быть еще избирателем, до конца быть хозяином своего голоса. А не хочу, чтобы хозяином моего голоса, отданным в один раз какого-то политического деятельства, оставался он на все время кандидатам. Это один мой вопрос. И второй мой вопрос, если представим себе, что представленные парламентами, значит, депутаты будут обладать даже всеми ста процентами голосов, голосовавших граждан. Во время голосования по каким-то вопросам, все равно опять будут учиться средства большинства. И при принятии решений, какая-то часть останется женщиной, и голоса не будут учиться в принятых решениях. Вот это хотелось бы на вопрос. Спасибо за внимание. Если гражданин доверяет своего избранника в течение нескольких лет выступать от его имени, конечно, в итоге он может и доверять перепоручению его потерявших голосов. Конечно, все до конца не может совпадать, потому что даже с избранником, непосредственно своим избранником, который проходит парламент, бывают вопросы, когда мнение избирателя не совпадает. То есть в основном они голосуют за принципиальный подход данного кандидата. Я ничего нового не изобрел. Перепоручение полученной доверенности предусмотрено гражданским правом. Только в последний момент вы коснулись вопросу с системой многомандатной системы. Есть такие округи, где 4-5 мандатов участвуют. Значит, насколько они близки к демократичности, вот эти системы? У меня вопрос такой, что, допустим, система Грузии, она, например, там и округи, они одномандатные. То есть 5 кандидатов, 1 выигрывает, 4 проигрывает. Значит, по вашей системе получается, что эти 4 кандидата автоматически должны передать свои голоса победившему 1 кандидату. Это один вопрос. И второй, уже касается процедуры голосования уже в парламенте. Вы представили тут систему американского конгресса. Ну, допустим, тоже Грузия, у нас сейчас смешанная система. Есть мажоритарии, есть пропорциональные депутаты. И есть еще двухъярусные парламенты. Как вот в этой системе, когда будет двухъярусный парламент, вот видите, в принципе, вот такое голосование. Хотелось бы спросить, как вы оцениваете шансы наших всех трех стран Южного Кавказа использовать вот эту формулу в своих демократических преобразованиях? Я, видимо, очень быстро говорил, поэтому остался этот вопрос. Я там подчеркнул, что одномандатные избирательные округи, которые в широком обиходе в таких странах, как цитадели демократии Соединенные Штаты, Англия, Великобритания, Франция, они должны быть исключены. Потому что при одномандатном мажоритарном избирательном округе представительный орган, парламент превращается в орган победивших граждан. Представительный орган победивших граждан. В таких парламентах, ну, в Нижней Палате Соединенных Штатов, там представители имеют только те граждане, которые на выборах выиграли. А проигравшие, и при том выиграли относительно, потому что может получить 20%, и там есть остальные 5 кандидатов, которые получили по образу говоря 18%, и тот, кто получил 20%, он проходит. И в таких случаях парламент превращается не, как американцы говорят, дом, представительный дом, а Гауссов Репрезентери Виннерс, тех, кто победили. Это не демократично, это очень легко так озоверенно. Поэтому предлагается, чтобы минимум объединились хотя бы два существующие мажоритарные округа. Конечно, с этой точки зрения очевидно, что пропорциональная система более представительна. Но если будут народы, которые предпочтут после этих развлечений, после этой формулы, продолжать думать о том, что они должны иметь мажоритарные системы, то они должны переходить на двухмандатную, трехмандатную, четырехмандатную избирательную мажоритарную систему. Что касается тому, это продолжение первого вопроса, если мажоритарная система, и один кандидат переходит, что все остальные венужены свои голоса передать этому одному? Нет, конечно, это не должно быть, потому что мы исключаем. Это противозакон, это против антиконституционный, это против прав человека, а не мажоритарной системы. Просто над этим политики не хотят вдумываться. Мажоритарная система – это система, которая грубо нарушает права человека. Просто нарушение прав человека. А если кто-нибудь возьмется за суд, например, я думал, в Америке наш судебный процесс. Но для этого мне надо было несколько лет жить в моменте, чтобы получить все эти права, имею в виду не просто гражданство. В общем, надо было бы отсутствовать. Я через суд доказал, и думаю, может, когда-нибудь это сделаю, если не будет более короткий путь. Мажоритарная система, и даже антиконституционная. Конституционная в каждом государстве. Если Конституционный суд займется этим, простые цифры. Люди должны быть равны. Не те, кто в этот момент получили больше голосов, а все должны быть равны. Значит, нарушается Конституция всех народов мажоритарной системы. Избирательная система. Я тут указал, но, к сожалению, я не помню именно какой оттенок избирательной системы. Подчеркнулось, а во втором вопросе я указал только избирательную систему. Что было, можно вспомниться. Что касается параметок двух уровней. Знаете, я это тоже подсчитал. Там тоже найден оригинальный выход. Высшая палата парламента. Сенат. Возьмем Америку. Где каждый сенатор голосует одним голосом. Два кандидата из Аляски с двухмиллионным населением голосуют своими голосами. Каждый по одному голосу. И кандидаты из Калифорнии и из Нью-Йорка, где население 30-40 миллионов тоже голосует одним голосом. Все, о чем я говорил, я запатентировал. И в Америке, и в Армении. Но то, что я сейчас скажу, на это я патент еще не взял. То есть, авторское право нельзя. Но придется показать, как поступить с высшей палатой. Предлагается такое простое решение, простейшее решение. Каждый кандидат получает от своего округа не один голос, а в итоге подсчитывают, включая переданные голоса. Сколько процентов у этого кандидата? Республиканец или демократ или кто? Или нейтральный, или либерал? Он получил 35 процентов голосов от этого от этого штата. Второй получил, естественно, в лучшем случае 65 процентов. Может быть чуть меньше. То же самое здесь. Один получил 40 процентов, второй получил 60 процентов. То есть, кандидат, который получил от Аляски 200 тысяч голосов и второй получил миллион голосов, они в сенате выступают равными одными голосами. Это меняется. Откуда они будут голосовать? Этот кандидат в сенате будет голосовать своим 35 процентов голосов. То есть, единица будет 35, а второй мест единицы голосует 65 процентов. То есть, это тоже досконально подсчитано. Таким образом, опять-таки, сенатор представляет не только штат, просто виртуально представляет штат, а представляет конкретно тех граждан, которые проценты дали им. Потому что сенат, это высшая палата, это не представительный орган граждан, это представительный орган того штата. Но даже при этом, хорошо, если из этого штата какое количество, какой процент голосов он имеет от этого штата, таким процентом приступать в этом территориально представительном органе. уважаемый истец отмечает в своем иске ряд бесполных явлений общественно-политической жизни в современном мире. Он указывает на горькую, но несомненную истину демократии передал кризис. Совершенно согласен с ним. Кризис демократии носит глобальный характер и охватывает весь спектр от морали до экономики. Но какой рецепт поздравления рекомендует господин Арикин. Смысл его предложения обеспечить реальное равноправие всех граждан не только в день голосования, но и на все время каденции выбранного органа, обеспечив голос каждого избирателя правом представительства в парламенте путем добровольного диригирования голоса другому депутату на его любви и убежденном подзвязанном. В этом случае его голос будет быть чисто при голосовании, даже если поддержанный кандидат не прошел на выборах парламента. Ответчик не имеет оснований утверждать, что данное предложение не принесет пользу в условиях таких устоявшихся и утонченных демократий, каковы существуют на мест комбинации страны. Но ответчик уверен, что данное предложение, увы, не имеет рационального применения в условиях подавляющего большинства уже действующей демократии, даже в таких разницах, как американская или английская, не говоря уже отречив странам, как истанговские или востокие вописки. В этих странах нет древого и стабильного общества, готового с пониманием отнестись к таким тонким материям, как механизм учета равных прав меньшинства перед большинством или значение его избирателя, отдавшего свою голос кандидату, который проиграл выбор. Помене истца несовершенство действующей демократии заключается в том, что они долетят системе, которая измеряется коэффициентом представленности граждан, высшее значение которого превышается в единицу. На основании данного коэффициента истец предлагают уравнение, определяющий уровень и режим процент демократических государств. К данному уравнению учитываются такие несомненные важные системы обрадующие и процедурные факторы, как численные голосовавшие, получившие в своем председании права, частота выборов, коэффициент выборности главы антигласии, порядок формирования судебной власти и органов самоуправления. По мнению отечества предложенная исцом формула определения уровня демократии может стать эффективным и универсальным инструментом при оценке ситуации в разных странах мира хорошим и простым индикатором демократии. Для исправления несовершенства и грязных систем существующей демократии истец предлагает внедрить свою систему, способную обеспечить гражданам равное правого представительства в процессе принятия решений управления страной. Для идеальной демократической системы проигравшему выбору избирателей необходимо в течение одной недели через своего кандидата передать свой голос с тем депутатом которых они считают достойным. Голосование по данным должно идти в соответствии с голосами не депутатов а избирателей. Только в этом случае решения будут приняты истинным большинством голосов от избирателей и приравнены по легитимности к решению решения. То есть я как гражданин как избиратель как представитель кандидата я считаю что это очень рациональная и прагматичная система. Но я повторю тот вопрос который я повторил после выступления истца но как же тогда голоса проигравшие голосование по данным если мере эффективности демократической системы считается обовлеченностью и репрезентативность то где же их учет в процессе голосования в самом парламенте на это господин Гарри Тян уже ответил для совершенства несуществующего систем демократии по мнению ответчика это же мое мнение необходимо улучшать то строительное начало из которого возводится здание демократии без демократического гражданина невозможно построить демократическое государство если избиратель невежественен или не имеет имущества беден и зависим или не обладает чувством ответственности с способностью мышки экологической предвидеть последствия принимаемых им решений если в нем преобладают инстинкты Люнгена или же звериная рефлекс стадности то никакая совершенная система голосования не в состоянии усилий демократии демократии не в состоянии изменить политическую культуру и политические государства для которых международное право всего лишь прикрытие для насильственных действий направленных на обеспечение привилегий и барышей транснациональных компаний никакой даже самой идеальной системы голосования невозможно изменить логику государства деятелей демократического мира а правду и судей мирно граждан в ходе военных операций по усыновению демократии странах где отсутствует демократический гражданин нет традиции демократии нет демократических институтов но есть природные исцепаемые и стратегически важные пути дороги какая демократическая система голосования может помочь установить демократию в правилом Афганистане беды которого начались только тогда когда был сверкнут за Ахиршал как меньше оцениваются шансы демократии в Ираке народ которого с ностальгией вспоминает относительно стабильные готов народ самолит принять демократию даже если в эту важную страну перевозируется вся армия США а не было ли благословно народа Ливии стабильное диктаторство брата вождя Альказати по сравнению с нарастающей гражданской войной ванвершем авиации стран НАТО при прямом участии спецназина стран НАТО состояние древние и мудрые народы Южно-Кавказа совместить идеалы демократии и свои фашистские фантазии на тему этнической исключительности и этнической однородной государства можно ли ремонтировать неистребимую мечту густых империстров о третьем мире о третьем риме усовершенствованной избирательной демократии я мог бы сослаться на мнение об армянских выборах и о мясо избирателя такого весьма авторитетного для меня человека как Вардан Абусинян но я сошлюсь на собственную опыт непосредственного участника всех избирательных компаний возобождений начиная с 89-го года как аналитик такого мощного и авторитетного органа избирательных граждан общества по контролю над избирательным процессом как коалиция полусотни МПО за прозрачные и справедливые уроды ваш покорный слуга совместно со своими коллегами изучил протоколы тысячи избирательных участков и сотен окружных комиссий во время избирательных кампаний 2003-го 2004-го 2005-го в общем для всех для всех без единого исключения избирательных кампаний в моей стране было то что результаты всех этих выборов были спальцицированы воле исполнительной власти все выборы президентские парламентские муниципальные судейские в академию наук любой избирательный орган поддерживаются как в такой ситуации можно надеяться на совершенствование системы счета голосов поигравших когда отбрасываются голоса выбор этот победивший выигрыш демократия птица с двумя крылами левым и правым европейские двухкрылые птицы с левым организованным союзом и партиях наемным трудом и организованным директором и правопартиях классом предпринимателей свободно в порядке в небесах демократии набирая от выбора к выбору новую высоту однокрылые птицы суверенно демократии стран СНГ жалко трепыхаются в крыли дорог над которыми гордо леют птицы разницу демократии мира можете помочь самой изощренной точной системой учета мнений малограмотных и бестолковых избирателей изменить ситуацию демократии к лучшим странам и осуществить понятие верховесных законов где суды руководствуются телефонным правом и личной выгодой а не правом где государство должен являться синонимом матерных приобретений безоказанностей не в совершенстве практикованных ныне систем голосования не является секретом для следующих недавно народ соединенного соединенного королевства отверг проекты реформы весьма несовершенной и очень даже ущербной избирательной системы оборот палату общего но увы это но это был демократический референдум без присутствующих народам юного кавказа национальных иных подчеркновения подозреваемая фальсификация я представляю областную товарищескую областную газету редактор еще работаю ведущим газетом армении а работ журналист расследов я очень внимательно слушаю вас господина вот у меня такой вопрос вы говорили что вот наши граждане еще не созрели что такой демократическую систему которую предлагал господин Альчан чтобы реализовать я хочу узнать ваше мнение по уровню демократической всех трех государств южного кавказа это не одно целое вы говорите про одно целое но это разные три государства ваше личное мнение спасибо Михаил Агаханян председатель объединения одной грузии нофсиум да также координатор клуба толерантности спасибо за прекрасные выступления господин у меня такой вопрос когда вы говорили о том что надо скажем со школьной ростиками готовить граждан скажем так будущее граждан и говорите о том что если даже будет принята декларация по избират по правам избирателей или что-то в этом роде то насколько она будет исполняться не связываете ли вы скажем то что если со школьной скамьи дети уже будут подготовлены как-то к этому то и будут став скажем гражданами исполнять и выполнять эти обязанности которые будут включены скажем в эту декларацию спасибо корреспондент газеты азербайджанской газеты русскоязычной газеты зеркало не джатся на другую значит у меня вопрос наверное и к истцу и скажем так защитнику то что предлагают предложенные выборные формулы господином поэльканам предлагаются я так понял по общему по общим дебатам не только для стран где есть какой-то демократический ватт для стран где уже есть довольно твердые демократические устои демократические установки и в то же время странам где в том числе странам где вообще-то не сходящиеся государственные устройства то есть и федеративным и унитарным и так далее и тому подобное мне все-таки так показалось что предъявленная вами вот эта система может быть действенна для создания какого-то общественного сознания но в то же время есть своя особенность политической структуры власти и в то же время опять же говорю нам придется учитывать государственные устройства этих стран то есть в Америке свое государственное устройство по формулу как показали в Азербайджане свое европейских стран свое и так далее и тому подобное не кажется ли вам что вначале надо все-таки было разобраться именно с политической структурой власти и разработать какую-то может универсальную государственную устройственную модель в вашем вопросе заключается одно вещь нужна и другой цели нужна вести изменение человека если будем воспитывать молодое поколение твердо верящих в демократические идеологии демократические процедуры и механизмы мы когда мы придем через несколько может быть лет а может быть десятков лет к реализации того демократического идеального механизма который обрисовал господин Гаритян что касается первого вопроса вы знаете я думаю что у нас уровень демократии во всех трех республиках одинаковый внешне коржище я вам скажу для нам такой вопрос вот мы в средние века до значит прихода царистой России на южный Кавказ все находились в едином пространстве восточной деспотики османской катжарской я хочу вам задать вопрос в казахском бессе и либерании или в османском значит империи османской империи была ли демократия были ли демократические традиции я думаю что нет вот после пришел царизм русский царизм в течение до значит большевистской эволюции была ли царская Россия демократия были ли демократические традиции можно сказать с уверенностью что в конце 19 века в начале 20 века вот в этом на этом рубеже на южном каркасе появились некие ячейки демократических демократических граждан общества партии благословительного общества художественные трупы не знаю то есть начали демократические строительства по бургарному образцу но пришли большевики прекратили вырубили вырезали и 70 лет в Азербайджане в Армении в Грузии демократические 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 Вдруг народы, которые не имели демократических традиций, возомнили в себе, что они строили демократию. Начали вот строить эту демократию, получили то, что построили. Ну и с этим добавились конфликты, которые нам навязаны очень вероломно, но очень искусно. И в условиях, я бы сказал, баханалии, национализма, и ксенофобии, войны, торжества полевых командиров. Какая будет демократическая? Не в Армении, не в Азербайджане, не в Грузии. Да, сейчас в Грузии авторитарная система, политические государства, которые утверждают, что оно демократическое. Почему? Потому что она провозгласила курс на интеграцию с Европейским Союзом, с НАТО. На основании этого, и он вывлечил европейский флаг, и мы с вами, что это демократическое. Но я наблюдаю за Грузией, я часто в Европе, где ставят социал-гарминез. Кто выживет, тот и выживет. В Армении коррунтированное, широко и часто применяющие насилие, насилие гражданами государства. Очень бедное население. В Азербайджане то же самое. Невероятно богатые элиты, невероятно бедное население. Никакого уважения к конституции, ни в Армении возбудения. Слово-хлеб, дирекальное предположение общества. Просто вы не любите тукань, мы не любим марино. Это опущенная болезнь, ксенофобия. Это тоже привито нашим обществом. Поэтому я думаю, что на Южном Акаде еще нужно очень много постараться над тем, чтобы мы наконец поняли, что такое реальная демократия, чтобы мы начали бороться реально за демократией. Такие люди есть, такие граждане есть, такие кружки общества, гражданство общества есть. Их мало. Вот их нужно поддерживать, и нужно вовлекать туда все больше и больше людей. И примером показывать, что да, ребята, можно драться за демократию, можно просто драться за права человека, и можно даже драться за истинный национальный интерес. Спасибо. То есть, если даже принятые, общепризнанные документы сиюминутную роль не играют, они все-таки остаются ориентированы. И только благосклонно отзывается все это на нашу повседневную жизнь и на перспективу. Какие республики, какую республику из трех республик, я считаю, более, не то что достойным, какая республика бы могла принять эту идею, подготовленную к этому. Я хочу начать с того, что в очевидном и уже довольно продолжительном конфликте Армения и Азербайджан я всегда думал, что нам удастся найти действующий метод взаимопонимания только в том случае нашей народе, когда будут иметь действительно свои, представляющих эти народы, власти. Для этого, конечно, демократия нужна была бы нам и Азербайджанцам, кто бы не знал, что вот Серж Сарксиан – это действительно изборник народа, Олег. Вот они встречаются, они встречаются от имени народа, парламентарии в том числе. Но я считал, что друзья к этому готовы больше, поэтому по электронной почте Саакашвили отправил, потом через его советники посылал документы. Ну, видимо, ошибся. Ни одна из этих наших республик не готова. Даже был такой ответ страны. Армянские и грузинские власти не только сотрудничают на государственном уровне, они сотрудничают также на человеческом уровне. Поэтому грузинское руководство приняло бы какое-нибудь предложение из Армении, если к этому положительно относилось армянское руководство. И имел также передано такая, ну, скажем, изисканная комментария. Второй вопрос. Я благодарю за этот вопрос. Я бы не мог все об этой формуле сказать. Я над этой формулой для достижения его работа, наверное, больше 30 лет. И многие пункты я считал невозможными. Например, стопроцентный представительный орган. Я считал, что это невозможно. Жаль, что это невозможно. Представляете, когда я все это бросил в сторону, создал формулу, потом сказал, к сожалению, в одной из моих статей написано, к сожалению, добиться того, чтобы иметь стопроцентный представительный орган, это идея утопия. Но потом я нашел его. Потом, через два года я писал, к сожалению, эта формула можно применить только для унитарных государств. Я не хотел особо нагромарно-основого выступления термина. Но вы подчеркнули то, что самое важное. Я же сказал, что это идеальная демократия, эта система неприменима для федеральных государств. И потом нашел то, что изложено. Значит, представляя эту формулу, и говорила о большей важной детали, универсальной модели демократического государства. Сегодня я концентрировал свое выступление на парламентской системе. Но эта формула отражает отношение к общегосударственной демократической системе. И суть в чем? Я не предлагаю четкие границы, четкую конструкцию. Но в этой формуле сказано, если ты хочешь иметь свой процесс, вот американские специалисты, когда посчитали по этой формуле уровень демократии Соединенных Штатов, у них получилось. А Соединенные Штаты 70%, Аргентина почему-то 75%, Армения 12%, всего лишь 12%. И тут важно, что любой представитель любого государства по этой формуле может подсчитать, какой уровень демократии в его государстве. И в итоге он будет знать, вот у меня низкий уровень демократичности, чем, например, в Аргентине, потому что у меня исполнительная власть не избирается народом, а назначается парламентом. По убеждению ИСЦА, исходное положение об участии граждан в управлении страной посредством парламентов ставит перед цивилизованным миром задачу обязывать в скорейшем порядке на самом высоком уровне принять обязательную для всех народов всеобщую декларацию демократии. По мнению же ответчика, несовершенство существующих избирательных систем относится к системным и структурным порокам самой демократии, устранить которые возможно только при устранении самой демократии как системы правления. Несовершенство коррелируется с несовершенством человека как вида прямоходящих млекопитающих. Идеал недостижим, потому что его нет.